Соревнования по программе «Школа безопасности» завершились в Владивостоке. Они проходили во всероссийском детском центре «Океан». У нас приехали представители 15 команд из разных регионов России. Можно сказать, что практически вся Россия прибыла сюда к нам. Был состав такой, что к нам приехали 9 пожарных команд и 6 команд спасателей. Что по итогу у нас получилось, что соревнования соревновали, но наша цель, задача в «Океане» это не только устроить и создать соревновательные условия, именно где нужно выявить победителя. А именно наша главная задача была их подружить между собой и сделать дружескую обстановку. Что по итогу мы считаем, что свою цель и задачу мы выполнили. Дети довольны, дети счастливы. Программа разделена на два профиля – юные спасатели и юные пожарные. На протяжении всего периода прохождения соревнований ребята демонстрировали высокий теоретический и практический уровень подготовки в различных дисциплинах. Участники команд показали свои навыки, умения приведения радиообмена, ликвидации последствий химического заражения, провели работу по ликвидации последствий ДТП, отработали спасение условного пострадавшего с применением альпинистского снаряжения. Также школьники провели боевое развертывание с тушением условного очага пожара. Участники достойно представили свои регионы, успешно преодолев все испытания в упорной борьбе. В ходе напряженной борьбы места распределились следующим образом. Победителем направления юный спасатель стала команда из Иркутской области, второе и третье место у команд из Свердловской области. А победителем направления юный пожарный стала команда из Алтайского края, второе место у команды из Амурской области и третье место заняла команда из Республики Хакасия. Мы приехали из Иркутской области на соревнования в океан и стали победителями. Соревнования получились очень насыщенными. У нас были различные этапы, например, ПСР в природной среде, ПСР в техногенной среде, ПСР на акватории. Также мы оказывали различную медицинскую помощь всем пострадавшим. Данное мероприятие стало продуктивной площадкой для обмена опытом как спортсменов, так и их руководителей, а также послужило дополнительным стимулом популяризации профессии пожарного и спасателя. Анна Дьякова, Новости на восьмом.